День Работника Уголовно-Исполнительной системы День Работника Уголовно-Исполнительной системы Как сейчас обстоит в эти нелегкие для нашей страны времена Ситуация с производством в местах решения свободы? В целом ситуация достаточно неплохо складывается Если сравнить 2020 год и 2021, то объем производства у нас вырос порядка на 15% Заработная плата, прибыль, все, конечно, тоже подросло На этот год уже, общаясь сейчас с коммерсантами Сложившейся ситуации, пока резких скачков и падений не ожидается Вот вы знаете, вы хорошее слово сказали «пока», потому что ситуация в экономике меняется В связи с тем, что многие зарубежные фирмы, они уходят с территории России И я думаю, что нужда в ваших услугах возрастет Я тоже так считаю И общаюсь, опять же, с теми контрагентами, с кем мы взаимодействуем Буквально последний, там, вчера, позавчера Те, кто в свое время успел после 2014 года перейти на, скажем так Внутренний рынок по поставкам сырья Внутренний российский рынок Те, в принципе, держатся достаточно стабильно Те, у кого сырье поступает из-за границы У тех, конечно, ситуация складывается не очень хорошо Относительно новых производств Я знаю, что традиционно в местах решения свободы Были развиты металлообработка, деревообработка Швейные цеха Это все осталось? И что нового внесено в последние дни? В целом, конечно, все остается Наш регион, в принципе, специализуется в большей своей степени на металлообработке Но, тем не менее, у нас присутствуют и швейные производства И деревообработка Причем последние два года достаточно сильно расширяется Но, опять же, возвращаясь к истокам А в основном мы оказываем услуги То есть у нас 70% анатших объемов Это оказание услуг контрагентам, с которыми мы взаимодействуем Достаточно активно бизнес приходит в учреждения Прорабатывается много Прорабатывается пока инициатива законодательная О том, чтобы представлять преференции Организациям, которые организуют свой бизнес На территории учреждений уголовно-исполагательной системы Мы всегда открыты к сотрудничеству И приглашаем всех к взаимодействию В принципе, вся информация по той продукции, которую мы выпускаем И по тем производственным мощностям, которыми мы обладаем Она есть на нашем сайте Сайте Тверского управления Почему вы что можете сейчас сказать Тем же самым предпринимателям А руководителям крупных предприятий Почему выгодно работать со всеми? Выгодно Выгодно в первую очередь Наверное, потому что мы Обеспечены в настоящий момент рабочей силой То есть у нас такого нет, что Сотрудник не вышел на работу То есть сейчас работают все Кроме как совсем уже больные люди В настоящий момент из числа подлежащих У нас работает 83,5% То есть это от подлежащих Но это показатель на уровне России 65% среднероссийских Среднероссийских, значит мы намного превышаем этот показатель Превышаем, да, этот показатель Но тем не менее, свободные трудовые ресурсы у нас есть И первое, наверное, преимущество при взаимодействии с контрагентами, с коммерсантами Это трудовые ресурсы И то, что Самое главное Что все выйдут на работу Да, все выйдут на работу Никто не запьет И не может сказать, не хочу Да, второй момент, который тоже положительный Ну, относительно, наверное У нас все расценки и расчеты по начислению заработной платы исходят из ворот То есть все услуги также просчитываются от ворот Поэтому это относительно невысокая затрата на заработную плату Относительно невысокая, потому что в любом случае не ниже ворот у нас должно быть И третье Ну, естественно, наше учреждение охраняемое предприятие Вот, поэтому за охрану тоже платить не надо Плюс Да, и есть мощность производственная Есть площадь, да, где-то размещать Есть свободные, да, мощности Как я сказал раньше, у нас вся информация есть Но если кого-то заинтересует, звоните, мы все расскажем Всем все покажем Проведем экскурсию Причем неоднократно мы это дело проводим Всех приглашаем Покажем свои мощности Покажем, как мы производим, как мы работаем Дадим возможность пообщаться с теми контрагентами, которые работают Потому что по большей степени почти в каждом учреждении присутствуют Помимо наших сотрудников еще и представители тех организаций То есть это тоже допускается Которые также осуществляют там функции мастеров Либо наладчиков и так далее Где обучаются специальностям? Потому что, допустим, сегодня этого производства нет Завтра появилась специальность И у вас же здесь же непосредственно есть возможность обучить человека новой специальности Да, у нас на газе каждого исправительного учреждения И лечебного учреждения имеется профессиональное училище В котором обучают по востребованным специальностям И еще новый вид наказания, да, из 2019 года Принудительные работы Здесь тоже востребованы специальности, которые человек получает в местах лишения свободы Иногда, если он не получил эту специальность Если суд не назначил ему сразу с воли попадать на принудительные работы Что это такое вообще? Принудительные работы Это относительно новые Потому что новые это все хорошо забыто и старое На самом деле ранее это использовалось в России Сейчас принудительные работы Это без лишения свободы То есть те осужденные, которые попадают на этот вид работ Они размещаются и проживают в специально организованных общежитиях Либо при учреждении, как у нас есть При первом и при шестом учреждении Это в Беженске и в Твери Либо на базе предприятия Одно такое открыто на базе одного из крупных предприятий Тверской области в городе Твери Соответственно, это общежитие с полным набором помещений Там имеются и спальные помещения И душевые, и столовые Комната приготовления пищи Малельные, комната воспитательной работы И так далее Весь перечень услуг Весь перечень услуг абсолютно И тем не менее Есть ли потребность Во взаимодействии Относительно принудительных работ С предприятиями, опять же таки, регионами? Да, конечно, потребность такая есть Наше государство идет по принципу гуманизации Численность осужденных, которые содержатся в местах лишения свободы Если посмотреть, она к каждым годам все меньше и меньше становится Определенные задачи руководством государства Сюда поставлено о том, что снизить эту численность сейчас до 330 тысяч человек Вот И альтернативой лишению свободы Как раз являются принудительные работы Поэтому и государство В том числе Сейчас очень активно продвигает На уровне администрации Областей То, чтобы открывались И эти участки функционирующие Либо исправительные центры То есть здесь у вас такое поле взаимодействия Да, с предпринимателями региона Оно расширяется Вспахивается, скажем так Формально подпадающих под данный вид наказания В настоящий момент в области порядка трех тысяч человек Вот Из них сейчас те, кто уже отбывает И кто уже работает на предприятиях Порядка 120 Поэтому трудовые ресурсы еще достаточно большие Свободные Это радостно слышать Дмитрий Андреевич Относительно того, что производят в местах лишения свободы И связи с законопослушными гражданами Приучили вы за последние годы К своей продукции горожан В том числе жителей областной столицы Выставки-ярмарки, выставки-продажи устраивались Теперь пандемия сказала Ну, сказали что слово пандемии К сожалению, вынуждены были это прекратить Но где еще можно купить вашу продукцию Потому что качественно и вкусно Я имею в виду сельскохозяйственную и не только Ну, и сельскохозяйственная и не только сельскохозяйственная продукция Ну, в настоящий момент у нас работает выставочный зал На базе столовой, которая находится на Вакжанного 19А Соответственно, там можно посмотреть как сельхозпродукции, как полуфабрикаты В том числе мясные полуфабрикаты Так и изделия товаров на уровне употребления В том числе, я знаю, постельное белье, сувенирная продукция Причем такое раритетные вещи Спасибо огромное за участие в программе Напоминаю, что сегодня в гостях был Дмитрий Андреевич Завьялов Заместитель начальника УФСИН России по Тверской области Подполковник внутренней службы С праздником вас, Дмитрий Андреевич И чтобы, наверное, жителям закона послушаем Остается только одного пожелать Чтобы не нарушили закон У вас, конечно, хорошо, но лучше вы к нам Спасибо Всего доброго До свидания Будьте здоровы До свидания Продолжение следует...